Всем большой привет! Вы на канале Настя Зим. У нас сегодня новый влог. Пришло лето. У нас сегодня 26 градусов. Работает кондиционер. Я открыла две жалюзи. Хочется, чтобы солнышко зашло в квартиру. Что-то все переживали, что такое май холодный, что какие-то одни дожди. Я зашла в инстаграм, в архивы и посмотрела, что в принципе в прошлом году, 1 июня, я была одета в футболку, в толстовку и в жилетку. Вчера я одела только платье, футболку и... Ну, платье, в общем, одела и кроссовки, и все. Поэтому что-то все так распереживались. Холодно, холодно. Да нет. Такая же погода, как и в прошлом году. Ну, я скажу, что в прошлом году май, конечно, был теплее. Но, в принципе, пришло лето. Сегодня 2 июня. Я всех поздравляю. Вчера написала, что лето — это маленькая жизнь. Поэтому проживите ее. Как можно насыщивайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм-канал. Ссылка будет внизу, в описании. Переходите. Мне очень приятно, когда я вижу, как прибавляются подписчики, особенно в телеграм-канале. Мне он так полюбился. А знаете почему? Потому что в инстаграм ты всегда стараешься выложить красивую картинку, красивое фото. Ну, получается такой, знаете, обман. На ютюбе, видите, я не накрашена. Вот у меня постоянно... Вот здесь вот я расковыряла, а тут, я не знаю, у меня какой-то этот... Типа венки, какой-то сосуд лопнул или еще что. Но сейчас как бы ничего нельзя, в косметологу не пойдешь, поэтому я крашусь. Вот. В том-то и дело, что натуральное. Здесь натуральное. В телеграм-канале тоже нету фильтров, ничего. И там тоже снимаешь кружочки. Такие истории. Без фильтров. То есть ты такой, какой ты есть, да? И, ну, люди тебя принимают таким, какой ты есть. А не вот эти все красивые фоточки, когда выкладываешь, а потом начинаешь общаться с человеком. А по факту, по итогу, ну как бы... Вчера я собиралась тоже снять влог, но весь день была за рулем. Ну, такой как бы насыщенный был день. Но я была все время за рулем. Съездила я, сдала анализы. Потом у меня было УЗИ. Потом я заскочила к своему врачу-гинекологу. У меня там было парочку вопросов к ней. По поводу декретного отпуска. Я думала, что я ухожу 11 июня. А оказывается, я ухожу 18. То есть будем думать, как быть, потому что мы собираемся до сядого поехать в Петербург. Недельки на три. Там потусуемся с моими родными. Приедет моя тетя. Потом мы хотим забрать Федю недельки на две сюда-обратно. Нам нужно пройти врачей. Плюс поставить прививки. Сейчас начинает ОСПА. Эпидемия не хочу сказать. Конечно. Надеюсь, что все будет не так, как было. Но у Феди нет вакцины от ОСПА. И да, мы переболели. Кто не знает, ОСПА это ветрянка. Ну, грубо говоря, да. Ветряная ОСПА. Да, мы переболели. Окей, отлично. Я вообще болела. У меня было там два или три прыщика. Я вообще не ходила зеленая. Все прошло в легкой форме. Но бывают же и осложнения. Бывает же, что ты подцепил и эту ОСПУ, и еще какой-то вирус. И можно вообще слечь. Я уже год гоняюсь за вакциной в нашей поликлинике. Мне моя подружка сказала, что вообще можно написать заявление, и ее привезут по вашему требованию. Если ее не будет, то я в следующий раз так и сделаю. Заберем его на две недельки. И потом я его отвезу обратно уже на пользу. Наверное, пойдем на Сапсане. Мне еще что-то безумно захотелось на море. Я сейчас пересмотрела свои архивы. Как было классно. Спрошу у врача, можно ли нет. По сути, у меня стоит писарий. И если что-то и начнется, то мне будут сохранять беременность. То есть, в любом случае, мне не надо раньше времени родить. Конечно, не хотелось бы это где-то делать в другом городе с другими врачами. Но я себя чувствую великолепно. У меня ничего не болит. Просто, знаете, тяжело действительно. Вчера на УЗИ мне сказали, что у меня дети весят уже полтора килограмма. С одним ребенком семьсот грамм. Ну, там где-то семьсот пятьдесят приблизительно, да, выходите на этом же сроке. Получается, у меня двойная нагрузка на мой организм. У меня уже такие ляшечки хорошенькие стали. Я вам все покажу, расскажу, покажу свой животик. У нас двадцать шесть недель и шесть дней. Ну да. В общем, двадцать шесть недель. Двадцать шесть-двадцать семь недель. Растут мальчишки. Потом я... После поликлиники я поехала. Мне выписали... Беременным бесплатно выдают все лекарства, которые выписывает врач. Вот. Я сказала, давайте-ка вы мне выпишите утрожестан, потому что одна упаковка это на неделю. Она стоит в районе пятиста рублей. Если не онлайн заказывать, а зайти в аптеку и купить. При хорошем раскладе пятьсот рублей. То есть мне еще ходить где-то два месяца. Ну, в общем, выходит небюджетно. Я заехала, забрала их. Мне выдали все спокойно. Я дала рецепт. Даже сказали, что паспорт. Надо показать. Даже паспорт не посмотрели. И потом я заехала, забрала комбинезон для близнецов. Они у нас реально будут как близнецы одеты. Потому что один у меня остался от Феди. Вот такой вот. Мазакеевский. Мне подружка отдавала. Вот. А один нам нужно было покупать. Я уже на Валберис отложила что-то типа похожее на этот комбинезон. Конечно, он другой. Вот. И потом я зашла на Авито. Пятьсот рублей, девочки. Я нашла его сразу. Я говорю, давайте я вам скину предоплату. Что я его сто процентов забираю, покупаю. Вот. И вчера я его забрала. И все. И поехала домой. Уже постирала. Такая закономерность, что если я покупаю какие-то бушные вещи, то я их стираю прям в этот же день. Если я покупаю что-то новое, новые вещи, то они у меня лежат еще довольно-таки долго. Хотя с другой стороны... Ну, нет. Бушные, конечно, носили дольше, чем вещи висели в магазине. Поэтому все постирала его, почистила. Там были ниточки подрезала. Сейчас уберу в пакет и в этот диван. У меня там вещи лежат. И мне еще из дивана нужно достать кое-какие вещи для роддома. Потому что я уже потихонечку собираю сумку. Не то чтобы прямо наскоряк. Но она у меня стоит, в общем, чтобы вы были в курсе. Я готовлюсь. Потихоньку, понемножку. Вот тут вот моя сумка. Смотрю все равно еще разные обзоры. Хотя вроде бы я на опыте, да, уже была. Уже рожала. Но все равно какие-то там новые фишечки. Например, недавно посмотрела обзор Аталант. Рекомендую взять полотенчик с собой. Я потом подумала, да, действительно. Мне вот не хватало полотенца в родовой палате, где уже рожаешь. Потом я взяла кучу пеленок. Мне вообще не хватило. Тоже доложила сюда. Заказала еще под гузники упаковку. Сразу же положу 50 штук, чтобы было. Ну, мне еще... Ну, в общем, потихонечку все складываю. Не прямо на скорую руку. Я собралась. Сейчас поедем с подружкой в парк погуляем. Чуть-чуть у нас погода вообще. Лимонад, как я говорила. Вот такой у меня в руку. Я вот не знаю, делать мне это платье короче или не мне. По-моему, что уж такая длина, как раз за животиком. Ляшки толстые, не видно. Я одела сандали. Первый раз. Сейчас пойду пока схожу за кофе. Они там еще собираются. И поедем погуляем. Тут у нас недалеко парк. Мы уже погуляли в парке. Вот он за мной. Сейчас девчонки пошли в туалет сходить. И поедем уже обратно. Недалеко от дома. Ехать где-то минут 10, максимум 15. И сейчас уже поедем обратно домой. Вот классный парк на самом деле. Называется он парк сказок. В поселке Томельно. Большой. Много детских площадок. Можно купить мороженое, перекусить. Там еще каталаречек тоже есть. Но я рекомендую с собой брать. Все тут очень классно, очень здорово. Все дорожки асфальтированные есть. Мусорные баки. Не первый раз сюда приезжаем гулять. Вернулась уже домой. Как вы можете заметить. Покушала. И у нас есть соседский чат ЖК. Наверное, если у вас новый ЖК, то у вас 100% такой есть. И девушка там продавала Яндекс.Танцию. Рома приехала с командировки и просто проружжала мне про нее все уши. Говорит, я хочу, типа потом себе возьмем такую же 5-10. Ну, как вы помните, я ему на годовщину хотела подарить часы. И он отказался от моего подарка. И я подумала, что раз он так загорелся, раз он так ее сильно хочет, девушка продавала за 7 тысяч. Я посмотрела, что такая новая стоит 8. Где-то и до 10 доходит. И поэтому подумала, один день такая спонтанная покупка, если честно. Но я думаю, что Рома будет очень довольна. Главное, чтобы он сейчас ее тоже не купил. Но если он купит, можно вернуть. Я просто на работе дарила, или как они покупают для, как сказать, опыта. Вот. И в общем, порадусь сегодня мужа. Засниму вам реакцию его. Еще я заходила на Валбрид. Сейчас покажу свои покупки. Как я и говорила, я в сумку беру, положу подгузники. Тут 50 штук. Один, а нет, нам нужно два. Открою пачку, два положу в родовую сумку, когда малыши родятся, чтобы их одели. И посмотрю еще, я не знаю, тут есть вырез под пупок или нет. Это какие-то новые, новая упаковка, новые подгузники. Вот весь тут новый дизайн. Сейчас открою, покажу. Заказывала на Валбриде, сейчас она там стоит 770. А так, я, по-моему, смотрела за 850. Ну, в общем, все равно это надо будет брать. У них срок годности большой, поэтому взяла такую пачку большую. Заказала малышам платочки. у меня у Феди есть такие, но я думаю, я другой принт взяла с хлопком, мьёльк. Пусть будут. Это будут их платки, а те будут Федины, но я думаю, что, наверное, все перемешается. Это 100% хлопок, мне нравится. В общем, производство. заказала еще малышам 350 рублей 5 штучек. Там много разных дизайнов, ссылку вам оставлю в описании. И еще для Федора заказала вот такие кроксы. Это сабо получается. Наверное, вы все знаете, вот эти штучки можно вверх-вниз сделать. Взяла ему в этот раз С7, у него сейчас сандалии есть тоже от Крокс, они С6, но они прям, знаете, вот-вот и мы впритык. А вообще, вот эти сабо, они должны быть, вот пятка должна заканчиваться по этой пупырке. Они же с массажным эффектом идут все. И ему очень нравятся тачки, мультфильм. Он, кстати, хорошо смотрел длинный мультик про них. То есть, сидела, смотрела прям. Вот, поэтому я ему заказала вот такие вот стилевые сабо. Да, это не бежевый, не молочный и так далее. Красный, яркий. Вот, будет бегать, потом все равно по наследству достанется кому-то из близнецов. И вот тут еще такие прикольные всякие бумажечки. Но я проверила, что это оригинальный Крокс, поэтому я даже не стала сомневаться. Тоже ссылку оставлю, стоили полторы тысячи. Для Крокс это нормально. Знаете, только в чем минус? В том, что нет, вот здесь есть дырочка для проветривания. тогда ладно, все в порядке. Потому что они такие, ну, резина плотная и плохо проветривается. Но все окей. Я думала, что вообще нет, но есть вот здесь вот сбоку. Такие миленькие, такие маленькие. Вот. Так что повезем Феде подарочки. Такие Кроксики. Давай, готов? Да. Подсказка. наша свадьба, Федя и беременность. Давай, иди. Кроватка. Какая кроватка-то? А почему тут наша свадьба? Еще раз, свадьба, Федечка маленький, вообще супер маленький, и я беременная. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.